Всем привет! В студии Канад Канеметов. Главная тема нашего выпуска – ситуация вокруг коронавируса. Тучи над Кыргызстаном сгущаются. В любой момент на лентах информагентств может появиться новость-молния о первом случае заражения опасным вирусом. Эпидемиологи не сомневаются, это лишь дело времени. Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. Ситуация в Центральной Азии накаляется с каждым днем. Китай, Казахстан и Узбекистан уже заражены. Если в Таджикистане выявят случай заражения коронавирусом, то Кыргызстан точно окажется в кольце. В Казахстане число зараженных достигло 30. Круг сжимается. Круг сжимается. На фоне президента правительственные чиновники мелькают в телеэфире гораздо чаще. Впрочем, находятся и те, кто обвиняет их в имитации бурной деятельности. Многие опасаются, что в случае массового заражения вирусом отечественные медики просто не справятся с большим потоком больных. Вам надо больно споднять. Какие меры принимает правительство? Сегодня Кабмин решил временно ограничить въезд иностранцев в страну. Ограничений на товароперевозки пока нет. Тем не менее, на границе с Казахстаном скапливаются грузовики, пишут СМИ. В погранслужбе же уверяют, что ситуация стабилизировалась и большие грузы пересекают границу беспрепятственно. В правительстве между тем каждый день проводят пресс-конференции. Чиновники рассказывают о том, что они делают, чтобы минимизировать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ...налоговых каникул и кредитные каникулы, то есть каникулы по выплате процентных ставок. То есть все это будет в индивидуальном порядке прорабатываться. Человек, который попал в этот перечень, то есть если у него был, скажем так, владелец кинотеатра, после запрета люди не ходят, но у него при этом есть кредитные обязательства, то есть в индивидуальном порядке с банками будут прорабатывать. В Кыргызстане могут ввести режим чрезвычайного положения. Власти это не исключают. Каждый из вас должен быть морально готов к такому повороту событий. Многие гарантии, которые дает нам Конституция, попросту не будут действовать. Госорганы вполне законно смогут ограничить свободу слова и передвижений, политические права и даже использовать принудительный труд и вмешиваться в работу частных предприятий. Вот выдержки из закона о чрезвычайном положении. В условиях чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств органы государственной власти и управления Кыргызской республики могут применять следующие чрезвычайные меры. Вводить особый режим въезда и выезда граждан. Запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок определенную местность, свою квартиру, дом. Запрещать проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов. Запрещать увольнение рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительной причине. Ограничивать или запрещать использование множительной техники, а также радио и телепередающей аппаратуры, аудио и видеотехники. Изымать звукоусиливающие технические средства. Вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетения сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение. Вводить особые правила пользования связью. Ограничивать движение транспортных средств. Вводить комендантский час. Приостанавливать деятельность политических партий, общественных организаций, массовых движений, самостоятельных объединений граждан, препятствующих нормализации обстановки. Регулировать проведение частных мероприятий, свадьбы, дни рождения и другие торжественные мероприятия. Из закона о чрезвычайном положении. Как видите, во время чрезвычайной ситуации церемониться с кем-либо власти не будут. Но возникает вопрос, будут ли такие меры обоснованными и целесообразными? Не начнутся ли перегибы и беспредел? Если, допустим, гипотетически будет в том или ином районе или одном Айлюкмэту обнаружено, что есть коронавирус, то, скорее всего, меры, опять-таки, по опыту Китайской народной республики, конечно же, будет срочно вводиться чрезвычайное положение районного масштаба и будет просто окольцовываться это место с целью недопущения никого извне въезда туда и выезда этих граждан. Если одновременно может быть обнаружено в нескольких районах или областях, то, соответственно, есть все основания вводить чрезвычайное положение на территории всей республики. Столичные власти перешли на режим повышенной готовности. Мэрия Бишкека выпустила специальное постановление. Вводятся временные ограничения деятельности спортивных секций, домов культуры, музыкальных и художественных школ, муниципальных театров, музеев, библиотек, детских школ искусств, центров реабилитации детей и молодежи, домов-интернатов, городских реабилитационных, геронтологических центров, социальных учреждений. Ограничения действуют до 6 апреля. Владельцам и администрациям торгово-развлекательных центров, кинотеатров, рынков, компьютерных клубов, ресторанов, кафе и других мест рекомендовано ограничить свою деятельность. А жителям ограничить проведение и посещение мест массового скопления людей, а также семейных памятных мероприятий. Из пресс-релиза мэрии города Бишкек. Призыв муниципалитета бишкекчане игнорируют. На улицах полно народу, большинство дети. Их не пускают ни в кино, ни в игровые площадки, ни в компьютерные клубы. О том, что происходит в городе, смотрите без комментариев. Продолжение следует... Опасность пандемии недооценивают не только кыргызстанцы, но и, пожалуй, все по советское пространство. Фанатский сектор питерского «Зенита» выразил отношение к проблеме коронавируса на домашнем матче против Урала. 12 апреля в пяти городах страны намечены выборы в городские кенеши. Агитационная кампания в разгаре Ваше, Токмаке, Караколе, Балакчи и Майлису. Стоит ли отменить выборы в связи с пандемией коронавируса? Мнения представителей Центра избиркома и правительства разделились. Вопрос о переносе проведения местных выборов из-за коронавируса следует рассмотреть. Причем, чем скорее, тем лучше. Необходимо принять во внимание угрозы проникновения нового вируса в страну и не подвергать опасности здоровья кыргызстанцев. Карантинные мероприятия должны поддерживаться всеми. Мы работаем над алгоритмом, согласно которому в день выборов голосующие будут пропускаться по очереди, с соблюдением дистанции. Политическим партиям также рекомендовано не проводить массовые встречи с избирателями. Переходим к другим новостям. Из-под стражи освободили Дамирбека Пайзалдаулу, который проходит по делу Курсана Асанова в качестве обвиняемого. Адвокаты обратились с просьбой отпустить водителя генерала под домашний арест. Судья, ко всеобщему удивлению, ходатайство защиты удовлетворил. Экс-министра иностранных дел Ирлана Абделдаева собираются назначить послом Кыргызстана в Германии. Комитет Джугур-Кукинеша по международным делам кандидатуру дипломата одобрил единогласно. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на наши страницы в Инстаграме, Фейсбуке и Ютьюбе. Всем мира! Субтитры создавал DimaTorzok